Евгений Иосифович Габрилович. Последняя книга. Очень мал ростом. Все, с кем я сейчас толкую о Сталине, говорят как один, что верили каждому его слову. Диверсии, мол, вредители, шпионы. И что якобы так верили все. Не знаю, я, как ни странно, не верил. А я ведь не самый мудрый, напротив, из обыкновенных. Скорее, бестолковый. И все же не верил. Думаю, что не верили и другие. Только теперь передергивают, что верили. Чтобы окончательно не прослыть остолопами. Сталина я видел не раз. Однажды и вовсе близко, у Горького. Я слышал в тот вечер его речь, в которую он назвал писателей, инженерами человеческих душ. Когда-нибудь попытаюсь поведать об этом подробно. Сейчас же замечу, что говорил он спокойно, внятно, твердо, без директивной категоричности. Однако, как мне показалось, вполне сознавая, что каждое его слово останется в веках. После речи мы сгрудились вокруг него. Помню ощущение. Я стою рядом с человеком, от которого зависит сейчас участь земли. Считайте меня недоумком. Но ясно помню это чувство. А также удивление от того, что Сталин очень мал ростом, лицом рябоват. И что-то от него исходит запах непромытого тела. Хрущева тогда у Горького, кажется, не было. Он еще только входил в силу. Однако, самый подробный рассказ о Сталине я слышал как раз от него. Хрущев имел обыкновение начинать свою речь с заготовленного референтами текста. Затем он откладывал папку с докладом и начиналась импровизация. И это было самое неожиданное и удивительное в его пространных речах. Так и в тот день, когда я его слушал, он, затасковав, отложил труды референтов и начал рассказ. Вот какой осталась в моей памяти его повесть. На сей раз он говорил о Сталине. Сперва рассказал о том, что в Гагре их дачи были по соседству и Сталин нередко по вечерам звал его к себе. Тут я запомнил высказывание Никиты Сергеевича, что он, Хрущев, не очень любил эти приглашения, потому что, я это помню с уверенностью, когда тебя зовут к Сталину, нельзя на все сто сказать, где ты очутишься утром, у себя в кровати или по дороге на Колыму. Сталин сидел в саду, в беседке и пил чай. Он душевно приветствовал Хрущева. Они пили чай и вели разговор. Хрущев не сказал о чем, но, полагаю, на темы вполне достойные. Шло время, стемнело. Сталин мрачнел, потом вдруг и вовсе умолк. Некоторое время они молчали. Никита Сергеевич сказал, Так я поеду домой, Иосиф Виссарионович, пора. Жена заждалась. Сталин не отвечал. Хрущев встал. Сталин молчал. Еду, сказал Хрущев. Вы никуда не поедете, сказал Сталин. Останьтесь тут. Нельзя, Иосиф Виссарионович, жена будет ждать. Останьтесь тут, сказал Сталин и поднял на Хрущева ресницы. И это был тот взгляд по свидетельству Хрущева. На этом вождь встал и ушел. А через минуту явился порученец и проводил Хрущева в комнату для гостей на ночлег. Прошла ночь. Хрущев спал плохо. Утром оделся и вышел в сад. В беседке, как и вчера вечером, в той же позе за самоваром сидел Сталин. Он пил чай. Хрущев весело поздоровался. Сел, справился о здоровье. Сталин молчал. Хрущев помолчал, помолчал, да и осведомился. По возможности, беззаботно. Хорошо ли, Иосиф Виссарионович, спал? Сталин не отозвался. Прихлебывал чай. Долго, не торопясь. Потом вдруг спросил. Скажите, а вы кто такой? Как вы попали сюда? Я? Да, вы. Иосиф Виссарионович, ответил ошеломленный Хрущев. Я Хрущев. Надо еще проверить, кто вы такой, сказал вождь, отодвинул стакан, быстро встал и ушел из беседки. Что было делать? Спросил нас Хрущев в этом месте рассказа. Идти за ним спорно, спорно. Пожалуй, нельзя. Уехать домой еще хуже. В смятении Хрущев тоже отодвинул стакан, тоже встал и пошел по дорожкам. Минут через десять его нагнал порученец. Товарищ Хрущев, товарищ Сталин зовет. И ищет повсюду. Хрущев поплелся к беседке. Там вновь сидел Сталин и пил чай. Ну, где же вы, Никита Сергеевич? Ласково спросил он, нельзя так долго спать? Я вас заждался. Вот видите, какой он был. Заключил свой рассказ Хрущев. Здоровый, больной, искренний, притворялся. А ведь меня знаете, как чистят за то, что я его приоткрыл. Видимо, что-то соднило душу его. И ему, как каждому русскому человеку, хотелось об этом соднящем выложить людям. Да, это тот самый Хрущев, который вернул из тюрьмы ссылок миллионы острожников и который остался в народном сознании не то увольним, не то дурачком. Редактор субтитров Корректор А.Егорова